Приветствую вас и хотел бы начать свой ответ с того, чтобы немножечко вас предупредить о том, что эффективность ответа для вас зависит от того, насколько вы расположены к тому, чтобы понимать и осознавать для себя какие-то новые вещи, чтобы, ну, скажу банальное слово, расширять свое сознание, в данном случае оно используется здесь, это слово буквально. То есть, смотрите, если вы просто не хотите поддержки, да, то есть, ну, просто, чтобы мы вас пожалели, чтобы мы сказали, что, да, сестра у вас плохая, вот так поступила, нехорошо, вы правы, что так делаете, вот. Ну, это одно. Если вы хотите действительно получить ответ на свой вопрос, то тогда это будет не очень приятно для вас, на мой взгляд, потому что в основе проблематики, которую вы описываете, лежит некий подсознательный процесс, на мой взгляд, который вы не осознаете в полной мере, и из-за которых теперь вы испытываете негатив. Значит, смотрите, мне 30 лет, и средь вас. В детстве я была для нее, как вторая мама, много проводила с ней времени, сидела с ней и так далее. Вот именно здесь, в этой части вашего текста, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на вопрос. Почему вы так делали? Зачем вы стали для своей сестры второй мамой? Мама – это кто? Это родитель. Родитель – это кто? Это тот, кто научает, тот, кто воспитывает, тот, кто направляет, тот, кто запрещает, тот, кто первый представляет общество, первые люди, с которыми человек общается – это родители. А кто такая сестра? Как вы думаете? Вот по вашему мнению, кто такая сестра? Какой сестра должна быть? Старшая, старшая, младшая, неважно. Чем сестра отличается от мамы? Вот вы, кстати, описывали, да, как ваша сестра ведет себя с вами, но вы не описали, как она ведет себя с мамой. Вот. Было бы здорово, если бы вы описали это. То есть, провели такой, знаете, небольшой анализ сравнительный, где вы и ваша мама по отношению к сестре. Что общего, что как бы, ну, в чем различие. То есть, вот первое, да, сестра – это старшая сестра. Да, это та, кто заботится, да, это та, кто может направить, но сестра – это партнер, сестра – это друг, сестра – это как бы такой человек, который для ребенка, мы сейчас имеем в виду вашу младшую сестру, является, является тем, кто сидит с ней в одной лодке. сестра. То есть, если вы сестра, то вы сидите с человеком в одной лодке. Вы за себя позиционируете здесь, либо сознательно, либо исходя из того, что вам сказала мама ваша, ну, например, она простимулировала вас к тому, чтобы ухаживать за своей сестрой. Вы здесь как бы неравны есть. Вы неравны. Да, понятно, что 10 лет разницы – это довольно серьезный срок, это серьезные различия, серьезный обрыв, но все равно вы могли бы быть для нее именно партнером, именно другом, именно тем, кто сидит в одной лодке с ней, если вы не как бы делали для нее все, что делали. Ну, там дальше вы это подробно раскрываете. То есть, еще раз, что для вас такое быть с сестрой? Вы говорите, что я в детстве была для нее как старая мама и проводила с ней много времени, сидела с ней и далее, но вы не описываете своего субъективного отношения к ней. Если уже у человека есть вторая мама, то зачем ей первая мама? Если у человека есть первая мама, зачем вторая? Зачем человеку две мамы? Понимаете? сестра может заботиться, она может заботиться так, что понятно, что это сестра, а не мама. Понимаете? Вот здесь момент какой, что либо вы сами этого захотели, вы сами захотели быть для сестры второй мамой, и тогда вопрос, зачем это вам? Либо ваша мама вас заставляла быть для сестры второй мамой? Ну, как вы описываете, мне показалось, что все-таки первый вариант больше. То есть именно вы сами этого хотели. Давайте пока от этого варианта мы с вами и будем отталкиваться и сразу скажем так. Если вы для своей сестры стали второй мамой, то соответственно вы через роль мамы что-то компенсировали для себя. Либо то, что вам мама не додавала, либо вы любовь, которую вы нуждаетесь, значимость, которую вы нуждаетесь или нуждались, проектировали на сестру. Это называется смещение целей. Смещение целей. Объект то, чем любовь, а цель немножечко другая. Если вы хотите чувствовать себя любимой и значимой, но вы не могли получить этого от мамы в полной мере и через сестру подсознательно пытались это сделать. То есть вы делали что-то для сестры, чувствовали себя значим, чувствовали себя нужным. компенсируя недостаток чего-то от своей мамы. Кстати, а папа где? А папа вообще был? И какие у вас отношения с ним? Если папы нет, то это бы тоже много объяснило и в контексте вашего поведения в контексте поведения вашей сестры. Так. Значит, 20 лет я начала жить отдельно, но все равно продолжала по мере сил заботиться о ней. Зачем? Вот понимаете, для чего? Для чего вы это делали? Понимаете, в психологии есть такое понятие, как спасителя. Вот вы для своей сестры заняли роль спасителя и спасали ее как бы постоянно. вопрос в том, для чего? Ну, небогатые родители. Хорошо. Что могли позволить, то и позволяли. Вы могли позволить, да. Но я, конечно, понимаю, что здесь есть тонкость такая, когда мы говорим, что часто иногда покупали вещи или что-то делали, то это всегда очень субъективно. То есть, ну, что такое для одного человека иногда и что такое для одного человека редко. Например, это такие слова, которые довольно сложно привязать к реальности, реально, Но тем не менее, тем не менее, вы заняли роль спасителя по отношению к ней, а ее, соответственно, сделали жертвой. То есть, по факту, ни за что не отвечающий. И с точки зрения психологии, опять же, когда родитель занимает такую позицию, понимаю, что скорее всего это не так, понимаю, что скорее всего это неправда, но из вашего текста такая картина складывается, что вы ее гиперопекаете. То есть, вы ей во всем помогаете, вы обо всем договариваете, вы оплачиваете. Вот, что она делает сама? Ничего, она сама ничего не делает. Все, что не есть, это все ваше. Все, что не есть, это все ваше подаче. И она поступает так, как поступил бы любой ребенок, любой подросток. Ну это я не в физиологическом смысле кого-то, а это я говорю в психологическом. То есть вот, подростку помогают, 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 все для него делают. Подросток чувствует, что все, что у него есть, это не его. И он взрывается и говорит, все, я буду делать теперь так, как я хочу. Правильно, неправильно, плевать. И он отдаляется от того, кто для него все делал, потому что этот человек ассоциируется у него с контролем и с подавлением. Для сестры вы являетесь подавителем. Вы подавляли все ее инициативы. Потому что она воспринималась как мать, вторую мать, действительно. Не как сестру, а как мать. Так, дальше. Ну тут вы пишете, что брала ее на всякие прогулки, чтобы ей не скучно было. Почему-то туда не могла сама организовать свой досуг. Непонятно. То есть человек должен организовывать сам свой досуг. Если вы берете ее на всякие прогулки постоянно, то вы как бы приучаетесь человека к тому, что кто-то за нее, за нее, ну или за него, если говорить в общем, всегда будет все организовывать. То есть вы лишаете человека возможности принять ответственность за себя. Знаете, вы лишаете человека возможности отвечать за себя. Дальше. Так, ну дни рождения. Отправляла в лагерь пару раз. Ну то есть вот все это в одном ключе. То есть вы не ведете себя как сестра. Вы ведете себя как мать. Ну а как должна воспринимать вас девушка, которая сейчас 20 лет как мать? Она не может воспринимать вас как сестру, как партнера? Кому-то партнера не отправляют в лагерь. Партнер ничего не покупает. Ну если в качестве подарка только на день рождения там или как-то еще. Партнер не берет, ну берет на прогулки, это да, партнер может быть на прогулки, но опять же, смотря на каких правах. Но партнер точно не отправляют в лагерь. И для ребенка, для ребенка, кем она была, вообще 20 лет, 25 лет, да. Да вот, буквально до 28-27 лет ваших, кем она была, вы для нее ничем не отличались от матери. Вот такой, может быть, более продвинутой версии матери. Значит, вот вы говорите, что папа помогал ей, когда она в колледж пошла учиться. То есть все вот это помогало, да, все вот эта помощь. А. Уйдет к тому, что человек сам ничего не делает, как бы он все время, ну, знает, что все время рядом, ему помогут. Б. Он чувствует, что отчасти из-за него все решалось. В. Он как бы не видит у вас сестру, именно сестру. Знаете, с которым она там, я не знаю, подраться, покричать, подурашиваться и так далее. Вот. Опять же, может быть, вы и дурашили. Может быть. Но ваше поведение и ваши поступки, они как бы определяют здесь, ну, то, как вас будет воспринимать. Воспринимать. сестра. Пыталась всегда ей помочь вещами, иногда денег давала на расходы. Ну, вот, ну, как мама. Как мама. Сестра, сестра разве делает так? Какой у вас был мотив это все делать? Не скажу, что мама ей заменяла. Такого не было. Основным поддержанием всегда мама занималась. Но мне казалось, я всегда пыталась сестру поддерживать, подсказывать, ей что-то пыталась советом помочь. Вот именно. Вы не вели себя с ней, как с равных. Тому, кому помогают, точнее, того, кому помогают, не воспринимают, как разного себя. А сестра это это тот человек, который именно равный. Именно равный. Так. Вот вы говорите, чтобы она чувствовала, что у нее есть поддержка, и что она значимый человек. Опять же, вопрос к вам. А что, у сестры были какие-то трудности с этим? Ну, с пониманием того, что она значимый человек, что у нее есть поддержка и так далее. То есть, то есть, с чего вы решили, что вашей сестре нужно это? Ну, вот. Подобное отношение, подобная помощь. не о себе ли вы говорите в этот момент. Дальше. Так. Когда она колледж закончила, я ей пришел помочь с найти работу, на практику для нее договаривался. Разве не сам человек должен это все делать? Разве не сам человек должен договариваться, искать работу и так далее? Ей вроде все нравилось. Вроде. Вы здесь в этом даже не уверены. Потому что ей это нравилось. После колледжа так... сейчас... колледжа она решила поменять профессию и профессию в институт поступать. Я ей на репетитора платила год. Я ей за репетитора платила год. Зачем? Если она решила поступать сама, пусть бы сама и решала бы вопрос. Зачем? Эта опека постоянно рядом ну, вот, эм... как бы с человеком. пыталась ее знакомить с людьми, которые в этой профсветной сфере работают. Опять же, вы ведете ее за ручку там, где ей уже пора самой делать какие-то шаги. Вот. Это она для вас как была маленькая, так маленькая и, в общем, остается. Или оставалась до недавнего времени, или остается. Дальше. Я не была прям с время рядом, скорее бы сделать ее жизнь более интересной и помогать в сложных ситуациях. Ну, понимаете, как? Я не уверен, что сложная ситуация это когда человек решает поменять профессию и решает поступить в институт. Я не думаю. это нормальная обычная ситуация. Вы это все делали с определенным мотивом. И мотив этот ваш он связан с тем, что вас коробит. То есть вот ожидание. Если вы прислушаетесь к тому что вас коробит, я чуть добегаю вперед, вы сказали, что я это делал не для благодарности, да, но меня коробит все равно. Вот если вы прислушаетесь к себе, прислушаетесь и спросите себя, а коробит меня почему? Ну из-за чего меня коробит? Чего я ожидал? и зачем мне это? И обещали ли мне это? Обещала ли моя сестра например давать мне то, чего я от нее хочу? Обещала ли мне сестра общаться со мной так, как я хочу? должна ли она? Если не должна, то откуда мои ожидания тогда увеличены? чего мне не хватает самой? Так, дальше. Значит, я была, не была прям своим рядом, просто старалась помочь в сложных ситуациях. Знаете, вот вы используете такие обороты речи, которые очень неконкретные. Иногда давала денег на расходы, там, иногда брала на прогулки. То есть это такое очень плавающее определение. Очень плавающее определение. Если сказать, что вы сделали это часто, вы скажете, нет, 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 я делаю это не часто, вы что? Если сказать, что вы вообще не делали, вы тоже скажете, нет, нет, я делаю это тоже подознательный способ защититься от того, чего вы хотите. То есть вы прячетесь за этими всеми вещами, вы прячетесь свои желания, свою неудовлетворенность может быть мамой, может быть обидой на маму и попытку через сестру реализовать то, что вы не получили от мамы. Вы знаете как, некоторые родители не стали футболистами, например, в детстве, с детства, но мечтали, родители не позволили. И вот они своего ребенка заставляют быть футболистом и обижаются на него, если он не хочет футболистом быть. вопрос, чем продиктована обида? Так, примерно полгода назад она переехала, поехала на неделю на практику о новой профессии, куда очень хотела, с моей помощью. Вот интересно, что вы написали в скобочках с моей помощью? Все вы, везде вы, вы значимы, это вы, это не она, это вы. Откуда такое желание? Откуда? Ведь вы никогда писали скобочку и дополняли что с вашей помощью, вы же о чем-то думали? Вы же чего-то хотели? Не все ли равно, как она поехала туда, если вы действительно делаете это для нее? Знаете, может показаться, что я придираюсь к вам и к словам. На самом деле это не так, я не придираюсь. Я показываю вам, как работает у вас этот механизм, как работает вообще механизм спасителя спасения людей. Спаситель это делает для себя. Знаете, вы делали все это для себя. Вы для себя и помогали, для себя в нее вкладывать. В надежде, что она вам потом что-то даст. Что-то. Не знаю, что пока. Это вам надо ответить на этот вопрос. Ну, естественно, с помощью психолога. С тех пор я практически ее не видела правильно. Человек подчувствовал себя самостоятельным, вдохнул свободу и понял, что как бы без вас и без вашей опеки ей лучше. Так, за неделю она ни разу не позвонила и ответила на сообщение всего пару раз. А должна была? А должна была позвонить? А должна была отвечать на сообщение больше пару раз? Откуда такое непринятие человека идет? Ну, вот, с тех пор началось. Что началось? Что началось? Началось ее самостоятельное проживание. Началось ее самостоятельное поведение. Началось ее избавление и освобождение от вас. В буквальном смысле, потому что человек чувствовал себя задавленным. И не важно, делали вы это или нет. неважно так это или нет. Поведение человека доказывает, как она себя чувствовала. И вам это нужно уважать и принимать. Если вы супруг любите, конечно. Она уволилась с работы. Ну и что? Бросилась репетитором заниматься? Ну и что? Или вы переживаете, что средства, которые вы платили репетитору пропали зря. И когда я ее спрашивал, на что она живет, она отвечала, что накопила ей пока хватает. А зачем вы ее сестра не ее мать? Спрашиваете, на что она живет. Разве вас, как сестру, это должно волноваться? Это не вопрос сестры к сестре. вопрос матери к дочери. Понимаете? В этом вся тонкость. В этом вся беда. Так. Я узнал от общих знакомых, что у нее появился молодой человек ее равен. Который ее содержит. Ну, во-первых, как вы узнали от общих знакомых об этом. Зачем вы узнали от общих знакомых об этом? Это первое. Второе. Ну, содержит ее. Ну, и что? Мне она ничего не говорит. Ну, а должна опять же, а должна говорить? Если да, то почему вы так считаете? Или это как бы благодарность за то, что вы для нее делали? Дальше. Когда у нее припевелся новый телефон, она сказала, вот я у знакомого была. Потому что знала, что вы будете спрашивать, откуда телефон молодого человека, как всего, на что живете и так далее. Она не доверяет вам. То есть, она доверяет вам как матери, как родителю, но не доверяет как партнеру, как другу, как сестре. Дальше. И все в таком духе. И при этом она комнату занимает как раньше и отпуск поехал летом. Ну, и что? Опять же, ну и что? Это ее браво, это ее жизнь. мне все время говорит, я накопила. Ну, значит, не доверяет. Значит, боится. И боится почему? Потому что считает, что вы думаете, будто она сама ни на что не способна. Она и действительно оказалась неспособна вследствие того, что вы помогали постоянно. Но в ваших глазах она хочет выглядеть более самостоятельно. То есть, вы своим поведением, своим отношением к ней, своей помощью выработали у нее неспособность действительно себя обеспечивать, но при этом попередность выглядит так, как будто она себя обеспечила сама. То есть, вы выработали у нее непринятие себя. Я ничего не могу, я ни на что не способна, мне нужна помощь. Именно в сложных ситуациях вы помогали ей. И теперь в сложных ситуациях ей все время кто-то будет помогать. Дальше. А, да, и она этого не принимает. То есть, для нее это невозможно принять. И поэтому она врет, поэтому она обманывает. Поэтому она находится в состоянии такого невроза. Так, значит, то есть, раньше говорила, последние месяцы со мной общаются. Это вполне закономерно, потому что вы у нее ассоциируетесь с контролем. Понятно, что вы этого не хотите. Понятно, что вам не этого нужно было. Понятно, что вы не преследовали цели ее контролировать. Но она так чувствует. И поэтому меньше с вами общается. Мои сообщения она часто не видит, не получает. Опять же, вопрос, а должна вы насколько человеку позволяете вообще выбор делать в жизни по отношению к себе и так далее. Я приглашал ее в гости и погулять, думал, можно рассказать зачем. Зачем? Зачем клещами из человека тянуть то, что она хочет оставить при себе? Позвольте человеку иметь право на неприкосновенность частной жизни. Для чего вы пытаетесь выпытать у нее какие-то вещи? Зачем? Вы понимаете, что это нарушение личных границ и человек так от вас защищается. Она понимает скорее всего для чего вы приглашали ее в гости и погулять. Далее. Ничего не говорим по-прежнему. Опять же, она должна в итоге наше общение селось куча информации. Правильно. Потому что вы играли в роль спасителя и жертвы и больше тем для общения общих у вас нет. Общих интересов у вас нет. Общих увлечений у вас нет. Общих тем для диалога у вас нет. И все. Вы общались только пока ей помогали. И она была принимающей, а вы соответственно источник. Знаете, в чем ужас? Больше тем не осталось. Увлечение не осталось. Вы с ней на равных никогда не было. Или вы думаете, что если у людей есть общие интересы, они бы вот так вот с уходом необходимости помогать перевели общение в формальность? Вы действительно так считаете? так, я у нее ничего не спрашиваю уже, с советами не лезу, видимо, раньше уже приборщила с советами. Да, теперь вы начинаете это понимать. Мне очень обидно такое отношение от нее получать. Получить. Почему? Как бы вы как себя вели такое отношение и получили. Обида в чем? Знаете, обида это ваша проблема. это ваше восприятие, это ваше чувство. Обида это означает неоправданные ожидания. Неоправданные ожидания обозначают нереализованные желания. Нереализованные желания означают, что вам нужно корректировать свое поведение так, чтобы эти желания реализовывать. Знаете, вопрос только в том, что это. Скорее всего, значимость, я думал. Значимость можно реализовывать вот так, как вы, это знака минус. И по-другому, знака плюс. Относиться ко всем людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Относиться со всем людям так, как вы считаете для себя приемлемы ко всем, не только к сестре. а получается, что с ней вы теряете свое значение. И именно поэтому вам обидно. Я сейчас беременна, она вообще не интересуется о самочувствии, как другие родственники, а должна вопрос задать. Она не интересуется, потому что в отличие от других родственников, она не чувствует себя равным вам. Хотя скорее всего, вы ее восхищали и скорее всего, какое-то время были для нее идеалом. Скорее всего. Пока она не поняла, что идеалы недосягаемы для нее. Так, кому нет, смерт я нахожу в другой стране, далеко от дома, мне иногда хочется просто поддержкой поболтать хотя бы. Ну, здесь вот вы видите и спасителя, вы превращаетесь в жертву такую же, как ваша сестра. Ну, такую же, как была ваша сестра. Вы говорите, я в другой стране, далеко от дома, мне иногда хочется поболтать. При этом вы пишете, что в социальных сетях вас нет. Если не хочется поболтать, можно же было зарегистрироваться в социальных сети и общаться. Если вам хочется поболтать, это означает, что пребывание в другой стране вас няготит. Тогда возникает вопрос, а зачем вы в другой стране? Для чего? неочередное ли это бессознательное поведение, направленное на реализацию ваших желаний с недостаточным пониманием последствий того, что будет происходить дальше? Так, от него ни одного звонка и на сообщение отмечает через два-три дня. А вы считаете, должно быть по-другому? Почему? Какой стать? Или вы считаете, что ваши поступки по отношению к сестре, ваше поведение по отношению к сестре, оно заслуживает того, чтобы она сестра относилась к вам лучше? Так? Так, значит, когда я у нее тут отпрашиваю безобидное, вроде, в какой вуз больше хочется, а это провокационный вопрос, потому что, может быть, ей ни в какой вуз не хочется, вот она не хочет у вас. Вы ориентируетесь на обидное и безобидное по себе, а не по сестре. она просто игнорирует, правильно, уходит, опять воспринимает это как контроль, ваш контроль и ее. Так, просто игнорирует, прерывает при вас креписку в любой момент, и в следующий раз, когда пишет, уже по-новому начинает привет, как дела? Это поведение избегания. Избегание это защитная реакция, защитный механизм. Когда человек видит опасность, в том, что с ним происходит. Я и писал, что мне тяжеловато, куда дной. Опять же, это ваша ответственность, что вам тяжеловато. тем более беременность первая нервничает. Она грустные смайлики отправляла и все. Она должна больше? По вашему мнению, она должна больше? Или вы считаете, что если вы брали ответственность за нее, то и она должна брать ответственность за вас? Почему? С чего вы это решили? А может быть, вы брали ответственность за нее, потому что сами не до конца осознаете ответственность за себя? И именно потому, что вы не осознаете ответственность за себя, вы оказываетесь в тяжелой для себя ситуации и пытаетесь перенести эту ответственность на сестру. Я утриру. Я утрирую. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы она решила ваши проблемы, но вы требуете от нее чего-то другого. Вы не принимаете то, что она вам дает. Но вот она прислала грудные смайлики и все. И этого достаточно. Она могла бы не прислать этого, но она прислала. Так что мешает вам принять то, что человек дает? Разве это любовь в отношении к сестре. Она сейчас уехала в отпуск со своим парнем и мне сказала, что подъехала со случайными знакомыми из интернета. Ну и что? И что? Она не хочет говорить вам правду, потому это опасается вашей реакции. Не доверяет вам. Боится советов, боится, что вы будете ее контролировать. Может быть боится, что вы предсчитаете, ей рано еще с молодым человеком. И тогда что угодно может быть. Это ее выбор. Почему вы ждете от нее чего-то другого? Она как будто радостью своей со мной делиться не хочет. Да, не хочет. Потому что боится, что вы ее испортите. Радость. Боится, что вы будете контролировать ее. Ничего случится, молит вам доверять. Потому что вы все время занимали позицию ведущей по отношению к ней. Неравной, а ведущей ведущим не доверяя. По крайней мере детстве. Так, значит, или боится, что я ее критиковать буду. Ну, именно критики, именно критики вряд ли она боится. на критику у нее есть защитная реакция, я думаю. Она боится именно чувства несамостоятельности с вами. Из-за этого она сократила общение до минимума. Когда она общается с вами, она чувствует себя девочкой. Маленькой. Это неприятное ощущение. Она не может общаться с вами на равных. И взаимодействовать с вами на равных не может. И до полета времени ее это устраивало. А когда она окунулась в самостоятельную жизнь, она поняла, какая она может быть. И все. Это ей кажется более интересным, более заслуживающим. живущим. Так, она моего мужа стала на выназвать. Хочет отдалиться. Либо хочет отдалиться. Хочет отдалиться. Либо хочет более такого формального общения, чтобы ее уважали. Я думал позвонить ей поговорить откровенно и спросить, что происходит. ну да, это неплохая идея, только сперва нужно вас приготовить для этого почву. Вы сейчас с ней играете в игру спаситель жертвы. Это заменяет близкие отношения. По-настоящему близкие отношения. То, что с вами происходит сейчас, заменяет вам элементарные близкие отношения с сестрой вашей. Вот. И поэтому поэтому ситуация заключается в том, что как бы то, что вы хотите у нее спросить, не является чем-то таким, знаете, адекватным. она не готова к такому вопросу. Она не готова к такому разговору. Вот. Потому что она не настроена на этот диалог с вами сейчас. дальше, значит, да, вы на нее давите очень сильно. Так, я с соцсетями не пользуюсь, тут даже специально зарегистрировалась, значит, чтобы на ее странице найти и посмотреть хоть что там за парень такой волшебный. А зачем? Для чего вы это делаете? Вы говорите, самую стыдно, что веду себя глупо. Вы не глупо себя ведете. За вашим поведением скрывается потребность. В чем? Что вам дает привязка к сестре? Подсмотрел обычный парень, ничего скрываться. Это вы так считаете. Это родительская позиция. У вашей сестры есть мотив скрываться. Потому что она не хочет выносить это на обсуждение. Потому что вы нашли на странице посмотреть хоть что там парень за волшебный. Хотя делать этого в принципе не должны были. Потому что это жизнь сестры. И именно этого именно такого вмешательства в вашу вмешательство в личную жизнь сестры она боится. Она боится что вы будете осуждать ее как-то обсуждать ее. Она боится что вы будете ну когда оспаривать может быть ее решение и так далее. Понимаете? вот. И вы говорите мне обидно на ее фотки смотреть где она красивая нарядная и на половине вещах которые я ей подарил. Вот что это такое? Что это такое? Вы говорите что вы чувствуете себя глупо и тут же говорите что вам обидно. от чего вы хотели? Вы говорите я не за благодарность дарила мне мне приятно видеть что помогла ей хотя бы в этом. А зачем помогали? Для чего помогали? С какой целью помогали? И коробят почему? Коробят потому что не получили то чего хотели получить от нее. Вот. и даже думаю теперь иногда нафиг я столько для нее сделал. Правильно. Потому это вы делали не для нее а для себя. Вот. Теперь для нее как переработанный материал какой-то. Нет? Самый обычный гиперопекающий родитель никакой не переработанный материал. Если будет плохо она к вам обратится и когда она станет жертвой вы для нее станете спасителем и все будет здорово все будет замечательно. Возможно так же себя некоторые родители чувствуют когда дети вырастают и перестают в них и общаться. Да. Только так себя чувствуют те родители которые гиперопекают своих детей которые не позволяют детям быть самостоятельными и которые не ведут себя с ними как с равными. Это вот только одна столькость такая. И да вы то каким образом родитель здесь вы то каким образом сравниваете себя с родителями если вы здесь сестра. и значит так значит и то что я думаю нафиг я для нее такой наследкой стала сама себя ругала. Понимаете в чем дело ругать себя за это значит бичевать значит обесценивать. То есть вы не принимаете в себе какие-то свои желания не осознаете их. Ругать себя не нужно. Нужно посмотреть чего вы хотите. Нужно посмотреть что вам нужно. Нужно посмотреть чего вы желаете и это реализовать. Потому что то из-за чего вы себя ругаете оно все равно есть в вас. Оно будет в вас. Оно останется с вами и будет лучше если вы научитесь это реализовывать чем вы не будете это реализовывать и повторите ошибку со своим ребенком такую же как с сестрой. надо было оставаться просто сестрой теперь уже не понимаю как сначала отдалитесь не общайтесь от отойдите от идеи проучивать ее проучивают родители наказывают родители вы не родители пишите ей иногда интересуясь как у нее жизнь дела и все со временем со временем когда сестра перестанет чувствовать от вас угрозы чувствовать от вас негатив чувствовать от вас контроль она сама потихонечку будет раскрываться на это нужно время и время довольно большое я очень рад что она выросла и теперь наконец самостоятельно здорово и что у нее отношения появились мне хочется с ней эту радость разделить поздравить ее зачем вам хочется эту радость не разделить для чего это ее радость оставьте оставьте ее с ней может быть она не хочет ни с кем делиться этой радостью может такое быть может такое быть это ее право это ее право Меня как будто оставили за дверью. Это вот, мне кажется, очень детская обида и, скорее всего, обида на мать. Которая, возможно, оставляла вас также за дверью. То есть дело здесь не в сестре, а именно в матери. В ваших отношениях с матерью. В общем, я решил её проучить. Зачем? Вот за вером того, что вы всё написали, что вам стыдно, что вы глупо себя ведёте, что вы понимаете, что давили на неё, что вы должны были быть просто сестрой. Зачем её проучивать? Вы же понимаете, что это опять родители. Для чего? Что вы получите? Этим тем, что будете её проучать. Перестала отвечать на её сообщения, а если потом позвонить и спросить, после чего она не получала. Вам не кажется, что это немного детское поведение? Она мне за прошлую неделю два раза написала, и я не ответил. Больше она не писала. Ну, правильно? А зачем? Она вас не нуждается. Общаться вам не о чём. Общего у вас ничего нет. Зачем вам писать? Напишите, если у неё будут проблемы. А проблемы будут. Проблемы будут. Это мне поверьте. Проблемы у неё будут. Сегодня она уехала на две недели. Теперь вряд ли вообще напишет до сентября. А должна? У меня роди должны быть в это время. Так я ей даже думаю теперь не писать и не сообщать ни о чём. Хочу проучить. Опять, для чего? Для чего? Для чего? Получается, для чего? Так. Ну и вопрос по поводу того, как вести себя с ней. Вести себя с ней лучше непосредственно, открыто, по взрослому. Уважительно, уважая её личные границы, уважая её выбор, в любом случае, уважая её выбор. Принимай её любой, какая она есть. Принимай её любой ответ, потому что она ваша сестра. Принимай её любое отношение, потому что она опять же ваша сестра. И это никуда не уйдёт. Подрослому. Без новоучений, без проучений, без наказаний. Подрослому. Как вернуть нормальное близкое общение? Только общие интересы, общие какие-то темы. Только время и только отсутствие контроля, давления и проявления вами превосходящего, ведущего поведения и отношения к ней. Только так. Причём, нормальное близкое общение, как раньше, уже невозможно. Общение будет другое, более равноправное, более партнёрское, более независимое, более сдержанное. И вопрос заключается в том, насколько вас это удовлетворит. И не удовлетворит лишь в том случае, если вы хотите чего-то другого ещё, помимо этого. А ваша связь с сестрой явно кроет в себе какие-то желания ваши, какую-то неудовлетворённость вашу, которую вы пытаетесь реализовать. Мне особенно интересно показалось то, что вы себя ругаете за то, что не были для неё просто сестрой. Не создаёте ли вы подсознательно такие ситуации, за которые бы вы себя ругали? То есть не сводите ли вы взаимодействие с людьми к тому, чтобы ругать себя за что-то? Вот подумайте об этом, пожалуйста. И если это так, то для чего? Для чего вам нужно себя ругать? Зачем? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...